Тельцы, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео, выполняя вашу просьбу, делаю вам Тароскоп на октябрь 2018 года. Работать я сегодня буду с колодой Тароснов, Чиро Марчетти, показывая для тех, кто интересуется, либо сам заниматься Таром. Часто вы не спрашиваете, поэтому сразу даю вам обратную связь. Работать будем стандартно. Всего будут на шесть позиций. Карта будет отвечать за общую атмосферу месяца, события, которые наиболее вероятно отыграться в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карты. Напоминаю, что расклад является общим. Он не может проиграться однозначно абсолютно для всех у многотысячной аудитории. Поэтому будьте добры смотреть еще и по асцеденту вашего знака, дабы сопоставить, какие расклады для вас поиграются наиболее максимально по асцеденту, либо по знаку вашего зодиака. Итак, общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Ну давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. На общую атмосферу месяца у вас идет ситуация завершения. Десятка мечей. То есть, какое-то резкое, какое-то болезненное, нужно что-то отсечь. Ну это как ситуация необходимости. То есть, окончание. Прошел какой-то цифр, нужно с чем-то распрощаться. Чего конкретно это будет касаться, какой сферы жизни, мы сейчас с вами безусловно посмотрим. Но тем не менее, будем для вас в ситуацию пояснения. Чего же касаться это будут девочки. Особенно для актуальной девочек, да? Короля Пентакли. Мужчины земной стихии, телец дева, либо козерог. Либо мужчины уже состоятельного, состоявшегося. Вам здесь четко придется поставить точку, например, в ваших взаимоотношениях, в вашем общении. Если смотрит здесь мужчина, то здесь могут пройти кардинальные события, как для вас самого, так и, например, поставить точку в общении с деловыми партнерами, с другом. Также для вас это может проиграться, как разрыв взаимоотношений с отцом. Как бы прискорбно это не звучало, но факт остается фактом. Может проиграться для вас и так. Так, ну давайте теперь смотреть более детально. Итак, что же вас ожидает в сфере работы? В сфере работы ровно, стабильно, умеренно. Карта умеренности об этом и говорит. То есть никаких колоссальных перипетий, новых рывков, либо новых стартов у вас здесь не будет. Все идет четко по расписанному плану. Если на текущий момент вы безработный, ситуация для вас не поменяется, она останется таковой, какой была. Если у вас вы наемный работник, либо у вас свой собственный бизнес, это знаете, как идти по накатанной. Нет каких-то кардинальных перемен. Все ровно, все спокойно и стабильно. Так, в плане финансов. Так, смерть. А вот здесь, кстати, материальные потери могут еще быть. Видите, десятка мечей, король Пентакли. Потому что здесь у вас на финансы падает смерть. А ну давайте смотреть, с чем у вас это конкретно связано. Лицам не свойственно сырить деньгами. Здесь единственное, что у вас могут быть какие-то колоссальные финансовые тракты на что-либо. Не знаю, там купили квартиру в ипотеку, либо купили автомобиль, либо потратились на какую-то там дорогостоящую поездку. Так, ну по королеве жезлов, во-первых, здесь в плане с финансов. Это может быть инвестиция во что-либо. Например, если у вас собственный бизнес, да, либо в обучение. Или же то, что вы инвестируете на долгосрочную перспективу по королеве жезлов. А инвестировать во что вы будете? Смотрите, старший Аркан Суд. Инвестировать вы будете непосредственно в какие-то вложения именно в семью. Почему? Потому что, ну во-первых, здесь может отыграться все-таки как какие-то дорогостоящие покупки. Это раз. И для некоторых это может отыграться как судебный процесс, который вы, кстати, можете выиграть. Единственное, что по карте смерть для вас это будет, знаете, как очень болезненно. Но тем не менее, итоговый Аркан у вас сут в прямом положении. Вы не только останетесь при своих интересах, вы сможете их отстоять. Так, что же вас ожидает в плане здоровья? Перевернутая шестерка Пентакли. Ну, здоровье здесь подорвано. Эта карта часто указывает на саму по себе ситуацию, когда сила на исходе, либо идет упадок иммунитета. Но ничего серьезного, ничего и существенного. То есть какие-то легкие респириторные заболевания. Но не более того. Вот перевернутая четверка Пентакли. Это ситуация, когда вот идет потеря стабильности. Но, вот потеря равновесия, да, вот вы немножко как расклеились, расслабились. Но ничего серьезного. С позиции личной жизни. Умерь, Господи, императрица. Ну, по императрице карта у вас замечательная. Вы любите, вы любимы. Если, например, вы были одиноки, здесь есть перспективы встретить любимого человека, обзавестись партнером, либо партнершей. Если в браке рост ваших отношений, переход их на новый качественный уровень. Для кого-то это ситуация беременности, зачатия. Для кого-то, в принципе, ситуация деторождения. Поэтому здесь, вот видите, для вас ситуация отыгрывается как положительный перемен. Опять же, вот у вас могут быть связаны эти серьезные траты с ситуацией деторождения. Либо вы будете вкладывать в себя, если у вас ситуация зачатия, да, вы потратились, например, на сохранение. Так, и с позиции совета. Ну, солнце, замечательно у вас все. Делайте так, как вы делали дальше. Может быть, с позиции своего эгоизма. Но, как говорит карта, вы однозначно добьетесь своих целей. Потому что вы здесь центр свеленной. И вселенная здесь крутится вокруг вас. Пусть у вас на самом деле так и будет. Пусть у вас не омрачат какие-то финансовые траты в октябре. В любом случае, они будут вам в благо. Посмотрите, перемены для вас будут продуктивные. Более того, у вас значительное количество старших арканов. Поэтому месяц для вас будет переломным. Месяц для вас будет судьбоносным. Пусть он вам принесет только благоприятные перемены. Я вам искренне и от всей души этого желаю. Я благодарю вас за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч. До новых встреч.